Привет, друзья, с вами снова Денис и сегодня я направляюсь в новое путешествие в новую страну, там я еще не был и это, друзья, будет Польша город Краков посмотрим, поснимаем ну и, конечно, попробуем польскую настоящую еду кухню и, возможно, даже познакомимся с кем-то именно там и я сейчас уже нахожусь в совсем другом месте вы знаете, мне не сидится мне не сидится на месте вчера перед тем, как пойти спать я решил куда-то поехать я решил куда-то полететь, поехать не знаю, не хотел сидеть дома пару дней появились после экскурсии выходные и я решил, конечно, направиться куда-то, сначала думал Украина потом подумал полечу в этот в Швецию, потом еще куда-то, в конечном о, как я уже пришел на одну минуту шел и в конечном эффекте, друзья, я прилетел в Польшу в Краков не спрашивайте меня почему я сюда прилетел просто взял и прилетел на два дня погулять, посмотреть что здесь есть никогда не был в Польше это мой первый визит и думаю, что мне Краков понравится особенно центр я смотрел много на Ютубе вчера уже ночью и это было такое спонтанное решение вы знаете, что я часто что-то делаю и делаю это спонтанно и это лучше всего получается у меня так вот, друзья я в Польше я в Кракове сейчас смотрю где квартира я заказал квартиру на Airbnb и где-то она должна быть здесь я это понимаю вот в этом доме вот в этом доме находится квартира сейчас посмотрим что там за квартирка и когда я сейчас уже зайду в квартиру расскажу уже вам в деталях свой спонтанный такой trip свою поездочку спонтанную так, номер 12 сейчас посмотрим так, так, так какой у нас номер а, номер 12 Казимирца Моровскиго Моровскиго да все, я нашел сейчас будем смотреть 33 и получается у нас пятый пятый этаж ну что, друзья я не знаю здесь можно зайти или нет нет, закрыто надо вводить код ну хорошо сейчас я введу код и потом уже встретимся наверное в квартире о наконец-то ху-ху друзья я попал наконец-то я попал в квартиру это очень-очень хорошо что я попал в квартиру маленькая уютная но зато своя и даже есть зеркало даже есть зеркало ну что сейчас будем все смотреть как здесь мне жить в следующие дни на Airbnb вот такая вот комнатка как вы видите даже окна можно открыть это хорошо чтобы свежий воздух заходил так ну что друзья скажу у меня есть кухня не знаю буду пользоваться я кухней или нет но даже кухня это духовочка я так понимаю духовка фирмы Бош есть холодильник холодильничек даже какое-то молоко осталось микроволновка кондиционер что даже даже неплохо и вот кровать вот такая вот кровать с подушечками на двоих человек все достаточно чисто убрано ну вот так вот сейчас открыл чтобы свежий воздух зашел перед этим квартиру убирали есть даже ковер друзья есть ковер и дальше мы смотрим что у нас еще есть огнетушитель здесь у нас все вещи которые необходимы стиральная машинка маленькая вот такая вот ванная такая вот маленькая ванная ну помыться можно все хорошо и друзья вы не поверите эту целую мини-мини лофт как написано мини-лофт квартиру друзья я снял за 37 евро в сутки это это намного лучше чем снимать отель или идти в хостел там правда немножко дешевле но там ты не один здесь и один сам себе хозяин и это конечно очень-очень приятно что мне здесь не будет никто мешать я могу делать практически что я хочу здесь написано что я имею право только использовать везде знаки но это хорошо тоже я понимаю человек запускает свою квартиру и надеется что все будет нормально что у нас еще здесь вау что мы здесь видим вау вау здесь у нас сушится даже что-то еще мини-мини маленькая такая комнатушка вот такой вид открывается у нас из окна короче вот такой вид ну что сказать нормально вы знаете друзья нормально за такие деньги нормально все хорошо главное что я один на две ночи я сюда приехал 74 евро и я заплатил 36 евро перелет вена краков краков вена уже в две стороны друзья это просто копейки то есть не квартира мини-квартира самолет туда и обратно это все обошлось мне друзья 110 евро всего лишь 110 евро можно посмотреть уже совсем другую страну другой город и это уже поездочка и также ночлег на две ночи то есть я буду здесь три дня и две ночи я думаю что этого мне хватит чтобы немножко увидеть как живут поляки чтобы посмотреть разные достопримечательности и просто немножко отдохнуть вышел прогуляться и проголодался конечно после долгого перелета долгих 40 минут и то что мне встретилось сейчас на пути друзья это кебаб вы не поверите это кебаб правда здесь он не турецкий здесь русскоговорящий парень работает но я пришел съесть кебаб и потом уже направлюсь дальше здесь опять кебаб направлюсь дальше в центр не подскажешь в центр прямо идти да чтобы попасть на главную площадь можно пойти вот так вот туда да а и налево супер сейчас пойдем гулять смотрите так еще интересно получилось я позвонил только что хозяйке этой квартиры она тоже по-русски общается я так понимаю что здесь даже по-английски не придется мне общаться с моим хорошим английским я перекусил перекусил довольно вкусно огромный получился этот кебаб или как он там называется у них тортила я сейчас уже направляюсь в сам центр я так понимаю что я совсем рядом остановился с главной площадью Кракова которая является одной из самых крупных в Европе и вот так выглядит одна из центральных улиц одна из центральных улиц вот там у меня квартира временная квартира и буквально пройти пару минуток я должен быть уже на главной площади куда-то я вышел на центральную улицу надо только теперь понять куда дальше идти я думаю что надо идти к этой церкви надо я думаю посмотреть еще раз на карте здесь надо поменять денежки сейчас поменяю деньги и пойду искать самую центральную площадь друзья но здесь мне уже больше нравится центральные какие-то улицы красивые старого города я вообще не готовился к этой поездке вообще не готовился я вчера просто купил билеты и прилетел даже ничего не читал ничего не смотрел что здесь есть какие достопримечательности поэтому завтра я беру себе экскурсию пешеходную экскурсию и связался уже с гидом и направлюсь на экскурсию завтра мне гид все расскажет потому что самому конечно ходить гулять это интересно но я думаю что с экскурсией это будет в разы интереснее узнать историю узнать что это за здание что это за церкви как это все взаимосвязано я думаю что это будет очень интересно поэтому сегодня я вам друзья покажу только то что я вижу своими глазами моя прогулочка а завтра возможно уже сниму с информацией ну что направимся пока в собор такой красивый собор и мы сейчас направимся внутрь и посмотрим его изнутри в общем очень рад что я все таки взял и спонтанно просто приехал посмотреть что-то новое и так как я уже вам рассказывал что я в Польше еще ни разу не был да и поляков у меня нету друзей ни одного мне было очень интересно эта страна посмотреть ее изнутри потому что у нас поляки большинство работают на стройках и очень много поляков живет в Австрии а как живут поляки именно у себя в стране это было интересно мне посмотреть я надеюсь что за этих три дня я все посмотрю везде побываю и завтра возможно еще попаду на экскурсию где я ее слышу историю этого красивого старого древнего города Краков вот какой огромный огромный дворец огромная крепость крепостные стены и конечно интересно гулять здесь не знаю ничего ничего я вам не могу друзья здесь пока что рассказать но зато все искренне все как есть огромный дворец вот это да огромный как туда подойти интересно королевский замок одна наверное из самых основных достопримечательностей Кракова вот такой вид открывается вот такие стены и сейчас пройдем через основные ворота королевский замок и посмотрим его дворик изнутри потрясающая сегодня погодка как раз для прогулки хорошо много туристов очень много туристов я не думал что Краков настолько популярный городок среди туристов кстати Краков несен уже слишком давно с 70-х годов в ЮНЕСКО и возможно из-за этого тоже приезжают туристы посмотреть старый старый город Кракова вот такой здесь вид открывается вот такой вид там проходит река люди гуляют а я направляюсь дальше конечно своими размерами этот королевский дворец впечатляет очень большие это целый ансамбль зданий очень большая территория ну и отсюда тоже открывается поистине красивый вид как тебе здесь живется голубь с таким видом нормально вот такой друзья вид огромный двор посмотрите сколько здесь места вот это да вот это замочек я так понимаю здесь жили короли кто точно жил я не знаю надо завтра узнать у гида и я надеюсь завтра получить уже всю информацию что касается самых основных зданий сегодня я так прогуляюсь сам посмотрю все все что возможно пока ноги ходят потому что что-то я сегодня не выспался и довольно рано проснулся вот так это все выглядит Краков никогда не думал что я сюда приеду да перехожу сейчас по такому туннельчику в какой-то новый двор о как красиво здесь жалко что закрыто вот это дворик потрясающе дворик прогуливаюсь смотрю любуюсь красотой это видимо стиль ренессанс насколько я понимаю что это все таки ренессанс такой нежный воздушный беленький полукруглые и вот эти своды это все друзья стиль ренессанс потрясающий дворик очень-очень красивый и заодно еще загружаю сейчас на свой инстаграм stories самые-самые-самые актуальные показываю свою квартиру и так далее где я остановился поэтому кто еще не подписался подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка будет в описании немного здесь прогулялся посмотрел очень впечатлил красивый конечно же дворец замок потрясающий большие размеры и в очень хорошем состоянии полностью все отреставрировано а вот я так понимаю и король король польский здесь когда-то до 17 века была столица потом ее перенесли варшаву а до этого был краков столицей польши красота уже постепенно начинаю уставать от этих походов но сегодня я решил по максимуму погулять завтра по максимуму выспаться посмотрите друзья какая красота посмотрите как красиво с Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Площадь, центральную площадь, огромную площадь и то, что я вижу, мне уже очень-очень нравится. Посмотрите сами, какая здесь красота. Посмотрите, как красиво здесь. Также есть и кареты здесь. Очень много разных кафешек. Вот я оттуда пришел и гуляю уже практически по вечернему Кракову. Посередине потрясающее старое здание. Древнее, я бы сказал так, здание. Я читал, что это одна из самых больших площадей Европы. Если не ошибаюсь, рыночная площадь называется. И вот такая вот красота. Чем-то мне похоже на... Я бы даже сказал, на Италию. Я так понимаю, что здесь трудились... Здесь трудились итальянские архитекторы. Посмотрите, друзья, какая красота. Наконец-то в конце дня, спустя 3 или 4 часа, я нашел эту площадь. И теперь я вижу, что я нахожусь в Кракове. Эту площадь я вчера увидел в интернете. И подумал, сюда обязательно стоит прийти. Это, наверное, такое первое место из всех достопримечательностей занимает. Это вот эта огромная, действительно очень-очень большая площадь. Только в Венеции площадь может сравниться своими размерами с этой площадью, которая находится в Кракове. Зашел в церковь. Там ведется реставрация. Вот в этой церкви ведется реставрация сейчас. А сразу, выходя из церкви, увидел опять... Уже свое любимое Hard Rock Cafe, друзья. В таком красивом-красивом здании. Потрясающее здание. И здесь находится Hard Rock Cafe на главной площади. Я думаю, что надо обязательно как-то приехать с Димой и Сандрой сюда. И мы тогда посетим вместе Hard Rock Cafe. Поедим бургеры. Купим футболочки. Классно. Да, в центре здесь очень красиво. Мне здесь очень нравится. Правда, уже садится моя видеокамера. Уже садится полностью. Поэтому, наверное, дальше уже не буду снимать. А просто гулять, наслаждаться красотой. А завтра уже новые съемочки и новые прогулочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok